Недалеко от Ленинграда расположены места, связанные с именем великого русского поэта Пушкина. Здесь прошла его юность. В годы войны фашисты, отступая с бессмысленной жестокостью, жгли, взрывали, уничтожали прекрасные творения. Хаос провалившихся пустых залов, ободранные до кирпича стены. Все разбито, так писал о тех днях очевидец. Талантом и трудом советских людей все было восстановлено. СССР – страна огромных расстояний. Современному авиалайнеру потребовалось несколько часов, чтобы доставить гостей и сопровождающего их товарища Кашоева, заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР, председателя Президиума Верховного Совета Киргизской ССР в столицу Киргизии, город Фрунзе. Здесь, в аэропорту Манас, буркинийского руководителя тепло встречали жители города, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Масалиев, другие руководители республики. Киргизия – одна из 15 равноправных советских социалистических республик. По лучах утреннего солнца город особенно привлекательный, а его улицы – многолюдные. Спешат рабочие, идут на занятия студенты, школьники. И трудно даже поверить, что до революции был здесь маленький, бедный, глинобитный кишлаг Пешпек. Ныне это современный город, в котором дружно живут и работают люди разных национальностей. На встрече в Центральном комитете Компартии Киргизии товарищ Масалиев ознакомил Томаса Санкару с достижениями республики, ее экономикой, наукой, культурой. За годы советской власти Киргизия стремительно преодолела вековую отсталость и с помощью других народов СССР вышла на широкую дорогу социального прогресса. Все приходилось делать впервые – издавать первую книгу на киргизском языке, строить первый завод, первую школу, первую больницу. Ныне в Киргизии идет напряженная работа по ускорению социально-экономического развития. Благодатна природа Киргизии, богаты недра ее гор, плодородные равнины. Когда-то в этот край даже обычные гвозди завозили издалека, а ныне республика располагает в современной индустрии. Томас Санкара посетил завод сельскохозяйственного машиностроения, осмотрел образцы новых машин. У земледелия Буркина-Фасо два извечных врага – пустыня и засухи. И победить их можно лишь в союзе с техникой. В Киргизии издавна развито животноводство. Традиционное занятие населения Буркина-Фасо – скотоводство. Понятен интерес, которым осматривали гости передовой в республике племенной завод. Здесь выводят новые продуктивные породы. Ученые и зоотехники оказывают большую помощь животноводческим хозяйствам республики. Киргизский народ говорит, что настоящий мужчина сперва учится ездить на коне, а уже потом ходить по земле. Киргизия славится быстрыми, как ветер с кокунами и лихими наездниками. Чтобы выйти победителем в этом древнем национальном состязании пастухов, мало умения хорошо держаться в седле. Нужны ловкость, смелость, сноровка. А этот грациозный танец – в честь высокого гостя из далекой дружественной страны. В память о своем пребывании в советской Киргизии Томас Санкара посадил дерево на аллее дружбы. У народа этого края зеленая ветвь ели почитается как знак мира. И снова Москва. Здесь будет завершен официальный дружественный визит Томаса Санкары в СССР. О мирной космической программе СССР в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина гостю из Буркина-Фасо рассказал начальник центра, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Береговой. Капитан Томас Санкара интересовался тем, как готовятся и тренируются космонавты. Уже 11 интернациональных экипажей посылала в космос наша страна, а впереди новые совместные космические полеты во имя мирного освоения космоса. Теплота и сердечность сопутствовали встрече Томаса Санкары с руководителями и активистами Союза Советских Обществ, дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Томас Санкара рассказал о своей стране, говорил о решимости ее народа преодолеть тяжелое наследие колониального прошлого. Он выразил стремление крепить узы дружбы и солидарности между Буркина-Фасо и СССР. В Кремле состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева с капитаном Санкарой. Товарищ Горбачев заявил, что в Советском Союзе с симпатией следят за усилиями буркинийского народа, направленными на укрепление национальной независимости, развитие страны по пути социального прогресса. Томас Санкара высоко оценил решение 27-го съезда КПСС, подчеркнул огромное значение опыта социалистического строительства в СССР для развивающихся государств. Выразил полную поддержку советским мирным инициативам. По итогам визита член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко и председатель Национального Совета Революции, президент и глава правительства Буркина-Фасо Томас Санкара подписали совместную советско-буркинийскую декларацию. План связи между КПСС и Национальным Советом Революции Буркина-Фасо на 1987-88 годы подписали секретарь ЦК КПСС Допрынин и член Национального Совета Революции, министр Андрей Занго. Дружественный официальный визит руководителя Буркина-Фасо в СССР завершается. Капитан Томас Санкара сердечно поблагодарил советских руководителей и советский народ за теплый и радушный прием и выразил удовлетворение плодотворными результатами переговоров. В лице Советского Союза Буркина-Фасо имеет надежного друга, желающего буркинийскому народу процветания и успехов в строительстве новой жизни. Редактор субтитров А.Семкин